Барни! Брат! Роза! Теперь я всё вспомнил! Что случилось со мной и моими друзьями? Как мне было страшно! Но я больше не боюсь! Роза и мой брат здесь! Со мной! Я больше ничего не боюсь! Я с людьми, которых я люблю! Фредди, Кэдди, Флинн! Я буду ждать вас всех с Розой и старшим братом! Мы ждём тебя тоже, Билл! Сестра! Фокси и Фредди смогли открыть дверь, но было слишком поздно. Бонни уже покинул нас. Чика, Фокси и Фредди смогли избежать огня, но смерть Бонни очень сильно опечалила их. Кто больше всех страдал, так это был Фредди. И всё-таки они были счастливчиками. Модели той версии аниматроников сгорели всего за несколько минут. Их пластмасса недолго сопротивлялась огню. Их существование было коротким, но они навсегда останутся в наших сердцах. Тем не менее, двоим аниматроникам удалось выжить. Балунбой и Мангл нашли выход, хотя они также получили много повреждений. С Балунбой не всё так просто. Он считает, что Марионетка убила его сестру и не хочет позволить ей ускользнуть. Он полон гнева и жаждет только мести. Марионетка всегда старалась изо всех сил, чтобы помочь другим с их проблемами и болью. Но так получилось, что сейчас она только нажила себе врагов из Балунбоя и Фредди. Балунбой считает, что именно она убила его сестру. А Фредди думает, что Марионетка была именно тем, кто начал пожар. И даже то, что она промыла мозги Фокси и остальным аниматроникам. На данный момент она единственная, которую не нашли после шести утра. Вы спросите, откуда я знаю все эти вещи? Я Джереми. Был ночным охранником в этой пиццерии, где убийцы аниматроники блуждали вокруг и пытались найти меня. Но это была не вся правда. Они не только пытались найти и запихать меня в костюм аниматроника. То, что я увидел, было и настоящей дружбой и борьбой за правду. К сожалению, все вошло в эти намерения. Даже если они были просто роботами, я чувствовал их ненависть к себе. Они что-то большее, чем просто роботы. Они действительно заботились друг о друге. У меня больше нет работы, потому что больше нет и пиццерии. Я не знаю, что будет с аниматрониками. Но история, которую вы увидели, была с моих камер видеонаблюдения. И что все абсолютная правда. День, когда пиццерия Фредди Фасбера сгорела, запомнят навсегда. Эй, Сайрус, мы пропустим школьный автобус, если ты будешь так много болтать. О, сестра! Привет! Слушай, сестренка, Фредерик сказал мне, что у него на примете есть новый дом ужасов. Он попросил, чтобы мы пошли туда вместе с ним. Разве это не забавно? Держу пари, что это, наверное, как тот поезд страха в парке. Это забавно! Родители никогда не позволяли нам что-нибудь подобное. Давай сбросимся после школы. Он сказал, что мы можем прийти к нему домой на выходные. Так что мы можем сходить в этот дом ужасов без ведома родителей. Мы ждем каждую ночь и бродим, чтобы, наконец, пригласить... ...новеньких поиграть с нами. И те немногих лет мы были совсем одни. Кто это? Я-то откуда знаю. Но, по-моему, этот кто-то так же, как и мы, не в лучшем состоянии. Интересно, кто это еще смог выжить тогда после пожара, а? Присоединяйся ко мне! Ты уже потерял свою душу, мой друг. Когда одна эра заканчивается... ...начинается новая! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok